Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Кентавский завод экспортировал в Россию полторы тысячи тонн плодово-ягодных консервов. 800 тонн продукции поставлены на прилавки северных регионов нашей республики. Предприятие по глубокой переработке овощей и фруктов заработало в прошлом году. О том, как производят варенье, компоты и овощные пюре с пометкой «Сделано в Казахстане» расскажет Рауль Габитов. Рабочий процесс на предприятии ни на минуту не останавливается. Пока в одном комплексе идет промывка сырых продуктов, в другом уже готовятся вкусные варенья, пюре и компоты. Кентавский завод по глубокой переработке овощей и фруктов введен в эксплуатацию в 2017 году. Он оснащен по российско-белорусской технологии и обеспечивает работой 50 человек. «Большинство женщин из нашего села работают на этом заводе. Нам нравится эта работа, она несложная. Самое главное, заработную плату всегда платят вовремя». Овощи и фрукты для завода собирают члены местного производственного кооператива. В их владении 300 гектаров плодородной земли. Каждый день работаем по 7-8 часов и производим 70-80 тонн продукции. В июне, июле и августе объем производства становится больше. Когда овощи и фрукты начинают поспевать, мы работаем в две смены. Натуральный продукт, изготовленный здесь, идет на прилавке России и в северные регионы города Петропавловск, Костанай и Павлодар. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область. Отказаться от химии и использовать только натуральную продукцию призвали казахстанцев организаторы ежегодного органического фестиваля. В этом году он собрал 40 компаний, которые работают в сегменте экологических товаров в нашей стране. На одной площадке производители и потребители натуральных продуктов рассказали об их преимуществах. По словам организаторов, сегодня органический рынок Казахстана растет и может предложить достаточно широкую линейку. На фестивале как раз и был представлен потенциал отечественных производителей эко-питания и эко-одежды. Помимо ярмарки, для участников был организован мастер-класс, на котором медийные персоны делились собственным опытом использования натуральной продукции. Целью настоящего фестиваля является собрать и объединить на одной площадке всех поставщиков эко, органик, био, зеленой продукции, товаров и услуг, которые представлены у нас в городе в этом сегменте, для того, чтобы все гости фестиваля имели возможность познакомиться с полезной для них, для их здоровья, для будущего нашей с вами зеленой планеты продукции. Совет общественного согласия, созданный при Ассамблее народа Казахстана, намерены усилить контроль над реализацией пяти социальных инициатив президента и программы «Руха Неженгрок». Итоги работы они озвучили на республиканском форуме в Петропавловске. Делегаты из разных областей рассказали о том, как на местах решают вопросы волнующие население. Я вручаю вам этот ключ от машины. Для Салимхана Сабитова это ключи в будущее. Молодой парень, несмотря на проблемы со здоровьем, упорно идет к своей цели. Создать первую в Казахстане автошколу для людей с ограниченными возможностями. Теперь у него есть две машины, которые нужно переоборудовать и пустить в дело. В нашем городе на 1 июня по статистике было 10 766 людей с ограниченными возможностями. Из них 8 339 людей именно с нарушением опорно-двигательного аппарата. И большинство из них, к сожалению, не могут получить водительское усоверение, так как в нашей области отсутствует специально оборудованная машина для прохождения курсов и получения водительских прав. Пять лет назад во всех областях страны появились советы общественного согласия. Они созданы для того, чтобы стать своеобразным мостом между властью и обществом. На форуме делегаты из регионов подвели итоги работы. И, как показывает практика, 80% обращений связаны с вопросами коммунальной сферы, ремонта дорог и благоустройства населенных пунктов. Очень важное место занимает также вопрос освоения местных бюджетов эффективного. Потому что, вы знаете, в этом году впервые местные Акимы получили на местах свои собственные бюджеты. И задача Советов общественного согласия обеспечить максимально эффективное их использование, с тем, чтобы решать непосредственно актуальные нужды населения. Создание комфортной среды проживания – одна из главных задач, обозначенных президентом в послании. Участники форума заявили о необходимости усилить общественный контроль над реализацией социально значимых проектов. И о событиях в мире. Гибель людей в ночном клубе в итальянском городе Анкона могла произойти из-за обрушения металлических парапетов на выходе из заведения. Об этом заявили полицейские. Напомню, трагедия произошла в популярном среди молодежи заведении. Во время выступления рэп-исполнителя неизвестный распылил перцовый баллончик. Это вызвало панику. Толпа ринулась к узкому выходу, где и возникла давка. В результате 6 человек погибли, около 60 человек госпитализированы. Больше 10 из них находятся в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, в клубе находились около 1000 человек, а один из экстренных выходов оказался заблокирован. В Париже закрыты многие туристические достопримечательности, включая Лувр и Эйфелевую башню. Дело в том, что власти опасаются новых уличных протестов, желтых жилетов и беспорядков. По словам главы МВД страны, к акции могут присоединиться радикалы. В целях безопасности по всей Франции в эти дни на дежурство выйдут порядка 90 тысяч жандармов. В Париж будут патрулировать бронированные автомобили. В Париже будет развернуто 8 тысяч офицеров. Планируется использовать бронированные полицейские машины. Это не военные, это не танки. Это специализированные транспортные средства национальной полиции, которые, в частности, могут быть использованы для расчистки баррикад. На этой неделе к протесту присоединились студенты, которые выступили против реформ в системе образования. Сейчас они говорят о том, что готовы участвовать в любых манифестациях, лишь бы они были против действующей власти в стране. Основное недовольство французов сконцентрировано на постоянно растущей стоимости жизни. Также они разочарованы работой президента Эммануэля Макрона. Почти все его инициативы вызывают резкое неприятие у общественности. Как заявил министр внутренних дел страны, к протесту присоединились профессиональные провокаторы и преступные элементы, которые пытаются использовать беспорядки в своих корыстных целях. День Казахстана отметили в норвежском Осло. В торжественном мероприятии, организованном нашим посольством в этой стране, по случаю предстоящего дня независимости, приняли участие дипломаты, представители казахской диаспоры, а также представительных и бизнес-кругов Норвегии. Только за 8 месяцев этого года взаимный товарооборот составил свыше 33 миллионов долларов, а в нашей стране сегодня работают свыше 35 совместных предприятий. Жанат Эрнст продолжит. В стране викингов очень тепло отметили предстоящий день независимости Казахстана и подвели итоги двустороннего сотрудничества за год. Оно, по словам временного поверенного в делах Казахстана в Норвегии Ильяса Умарова, оказалось весьма плодотворным. Значительно увеличилось партнерство в торговой и инвестиционной сферах, а также возросли культурно-гуманитарные контакты. Прибывшие в Осло по приглашению казахстанских дипломатов, дизайнеры международного фестиваля Сан Менсахна представили на суд норвежцев показ моды казахских национальных костюмов. Жителей страны фьордов поразило сходство казахских орнаментов с мотивами одежды норвежцев. А красота и буйство красок великой степи, выраженные в живописных картинах члена Союза художников Казахстана Гульмира Тельгазеевой, не оставили никого равнодушным. Есть у нас красивые степи, есть дыхание аула, есть свежесть гор, есть энергия жизни, энергия водопадов, леса. Все это здесь есть, поэтому я вижу очень много созвучия в природе. В стране фьордов находят много общего и в толерантности взглядов Казахстана и Норвегии на развитие межрелигиозного диалога. Я участвовала в работе Астанинского съезда лидеров мировых религий и могу сказать, что ваше правительство и президент усиленно работают над упрощением межрелигиозного диалога. Это очень созвучно тому, что мы делаем в Норвегии. Казахстан – это растущая многоконфессиональная страна, и чем больше религий, тем лучше развитие гражданского диалога. Казахстан активно продвигает межрелигиозное сотрудничество на мировом уровне, и это очень вдохновляет. Казахстан сегодня привлекает скандинавов и выгодными возможностями возрождения Великого Шелкового Пути. Наши железнодорожные контейнеры перевозят товары из Европы в Центральную Азию, и есть большой интерес к сухопутным перевозкам через Казахстан. Это очень хороший вариант, быстрее, чем морские пути, и дешевле, чем воздушные. Хотел бы отметить, что в этом году все больше норвежцев, помимо того, что у нас достаточно успешно развиваются контакты в политической, экономической, торговой сфере, инициационной, все больше проявляют интересы именно к нашей истории, к нашей культуре, которая, кстати, имеет общие корни. Все больше людей заинтересовано историей нашей страны. Об этом связи и то просто тот простой факт, что на будущий год заполнено очень много простых поездок норвежских туристов, которые хотели бы посмотреть Казахстан. Норвежские эксперты и политики высоко оценили антиядерные инициативы Казахстана и приняли участие в реализации проекта главы государства АТОМ, подписав петицию, направленную на запрет ядерных испытаний. Жанна Тердышу, Март Ахметов, Хабар 24, Осло, Норвегия. Академический оркестр имени Курмангазы с успехом выступил в Мадриде. Концерт «Мелодии Великой Степи» был приурочен к предстоящему Дню Независимости Казахстана. Артисты представили испанской публике как произведения казахских композиторов, так и мировых классиков. Хотя локомотивом наших взаимоотношений с Испанией являются торгово-экономические связи и их активное развитие, тем не менее мы уделяем очень большое внимание развитию культурных связей между Казахстаном и Испанией. Прежде всего хочу сказать, что мы много работали над тем, что в следующем году при участии Института Серванкса и Министерства культуры Испании в Испании была издана на казахском языке двухтомник «Онтология казахстанской прозы и поэзии». За день до выступления артисты исполнили гимн Казахстана и несколько композиций на дамбре у памятника Дон Кихоту и Санчо Пансе в Мадриде. За импровизированным выступлением с интересом наблюдали жители и гости испанской столицы. Борьба на лошадях или аудар из пак набирает популярность в Актюбинском регионе. Сбросить соперника с седла удается только сильным и ловким наездникам. А вот умелому владению конем учат в местной конно-спортивной школе. Ее посещают почти 400 учеников. Что привлекает молодежь в национальных видах спорта, выяснила Елена Устимович. В свои 15 лет Алишер Салимжан уже чемпион. Определенных успехов в спорте парень добился благодаря упорному труду. Несмотря на отдаленность от дома, с малых лет он трижды в неделю посещает конно-спортивную школу. Лошадь – необыкновенное животное. За эти годы я очень много и узнал о них. Любят овощи и испытывают особую слабость к сахару. Мне нравится ухаживать за конем, нравится быть в седле. На тренировках я оттачиваю свою технику. Казахские национальные виды спорта нравятся всем моим друзьям. Мы считаем, что это увлечение только для настоящих мужчин. Национальные виды спорта привлекают ребят, любящих лошадей. Лошади очень чувствительны и порой требуют немало внимания. Воспитанников единственной в Актубе конно-спортивной школы в первую очередь учат, как правильно оседлать коня. А чтобы научить ребенка уверенно держаться в седле, требуется около года. Развивать конные виды спорта в Актубе начали 13 лет назад. Именно тогда открылась специализированная школа. Здесь есть крытый манез, чтобы дети могли тренироваться в зимнее время. Актюбинские наездники неоднократно становились чемпионами Казахстана и Азии. Доска почета в школе – предмет определенной гордости. Сейчас в районах есть коллеги, которые развивают командные виды спорта. Когда наша школа получит областной статус, планируем открыть филиалы во всех районах. Обучим тренеров. С 2008 года наши воспитанники стали участвовать в соревнованиях по Кукпару, Аударспах и Хасхуу. Сейчас старинные игры нашего народа приобретают новую популярность. У нас уже есть три мастера спорта по Аударспах. В этом виде спорта актюбинские ребята в числе лидеров. В распоряжении наездников 30 породистых скакунов. Наиболее спокойные животные лечат детей с инвалидностью. Реабилитация осуществляется в рамках социального проекта и оплачивается из бюджета. Тепло, исходящее от лошади и спокойный шаг животного успокоит даже самого активного ребенка, говорят медики. По плану занятий несколько кругов. Дети даже лежат на лошади. Это массажирует спину. После таких манипуляций организм не может не отреагировать. Определенные импульсы идут к ножкам и дети с диагнозом ДЦП начинают делать первые самостоятельные шаги в своей жизни. И на этом у меня все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»